МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала Кубань-24 продолжает программу на стороне закона. А значит, в ближайшие несколько минут подборка свежих криминальных новостей и актуальные советы, как не попасть в беду. Здравствуйте. Второе появление в эфире. Криминальный дуэт отметился еще в одном мебельном магазине. Егорный бизнес под прикрытием консультации в сфере IT. Организатор сети подпольных казино оказался в зале суда. Ручка преткновения. В станице Казанской сотрудники ДПС задержали водителя автобуса. Мужчина испугался исчезающих чернил в протоколе. Криминальный дуэт, о котором я рассказывала в нашей программе, 4 октября вновь попал в объективы камер наблюдения. Этим двое мужчин орудуют в мебельном магазине. На сей раз добычей подельников стала сумка с деньгами и документами. На кадрах видно, что перед тем, как завладеть чужой собственностью, мужчины долго присматривались. Один из них подошел к стойке, где по обыкновению находится консультант. А второй в это время что-то искал в шкафу рядом. Потом они о чем-то перемолвились и вернулись к процессу. Судя по всему, один даже получил повреждения, а может быть инсценировал удар, чтобы отвлечь сотрудника магазина. Воспользовавшись возможностью, злоумышленник быстро забрал сумку и оба удалились. Документы, кстати, на следующий день вернули. Человек рассказал, что нашел их и принес владельцам. Напомню, в отношении мужчин еще после первой кражи возбуждено уголовное дело. Поиски преступников продолжаются. Сотрудники Краевого следственного комитета разбираются в причинах внезапной смерти 12-летней девочки. Трагедия произошла в Новороссийске. Бездыханное тело своего ребенка накануне нашли родители. Они вызвали медиков и правоохранителей. Сейчас идет доследственная проверка. Дознаватель опрашивает возможных свидетелей трагедии, друзей и родственников жертвы. По словам родителей, девочка ничем не болела. Назначено проведение судебно-медицинской и гистологической экспертиз. После их окончания специалисты смогут ответить на самый главный вопрос. От чего именно умер ребенок? А также в случае необходимости возбудить уголовное дело и найти виновных. Уж сколько раз говорили водителям, перед поворотом нужно убедиться в безопасности маневра. Но нет. Желание поскорее добраться к цели побеждает и страх, и здравый смысл. За примерами далеко ходить не нужно. На улице Дзержинского в Краснодаре водитель белого седана начал маневрировать. Не пропустил автомобиль на встречной, они столкнулись. Еще и третьего нашли. Предполагаемый виновник по инерции ударился еще об один автомобиль. Серую отечественную десятку. В итоге, конечно, пришлось ожидать приезда сотрудников госавтоинспекции. К счастью, обошлось без пострадавших. А мой коллега Валерий Стурид уже готов рассказать вам, какими пунктами правил особенно часто пренебрегают автолюбители на улицах краевой столицы. Очень спешили оба. На пересечении красных партизан и Тургенева встретились водители «Газели» и отечественной легковушки. Вероятно, второй рулевой не заметил смены сигнала светофора и продолжил движение. За свою смелость или невнимательность он и поплатился. На перерез ему двигался грузовой автомобиль. Водитель «Газели» не ждал никакого подвоха. Оттого и удар получился такой сильный, что легковой автомобиль на 90 градусов развернул на проезжей части. Судя по всему, останавливаться на запрещающий сигнал светофора среди автовладельцев стало признаком дурного воспитания. На пересечении красной и гимназической водитель белой «Шкоды» не пропустил темную малолетражку. И неважно, что двигаться была как раз очередь ее рулевого. Та же красная, но уже на пересечении с Гаврилова. Столкновение, которое непросто объяснить. Светлый внедорожник двигался по главной. А в это время прямо в него повернул темный седан. Хочется надеяться, что у рулевого в голове все-таки был какой-то план действий. И эта авария ошибка в расчетах, а не результат отсутствия внимания. Наш рейтинг непонимающих сигнала светофора продолжает водитель темно-вишневого хатчбека. Как-то он очень резво двинулся прямо в то время, когда на светофоре загорелась дополнительная секция, разрешающая маневр налево. Остановил нашего героя красный матис. Инициатор вышел из машины, оставил ее на проезжей части и даже не включил аварийку. Под покровом ночи все сильнее хочется домой, все меньше внимания и все больше усталость. Видимо, сочетание всех этих факторов и заставляет водитель не надеяться на авось. Не смог проскочить и шофер темной иномарки. Он, как мог, ускорился вперед перед светофором, который приказывал остановиться и не успел. На пересечении Красной и Ленина путь ему перегородила российская легковушка. Удар, разворот, брызги стекол. Как вести себя на дороге, чтобы не стать виновником ДТП и что делать, если избежать столкновения все-таки не удалось, комментирует эксперт программы Дмитрий Бабич. Дмитрий Витальевич, сегодня у нас новые условия задачи. Действия происходят во дворе. Человек припарковал автомобиль на парковочном месте, через несколько часов вернулся, а ему выезд заблокировали. Что делать в такой ситуации? Ну, скажем так, что эта ситуация, наверное, характерна не только для дворовых ситуаций, но и в городе, где у нас очень часто, особенно в центре, паркуется вторым рядом. Это, собственно говоря, и есть парковка вторым рядом. Здесь нужно понимать, что, во-первых, он, исходя из данных ситуации, перекрыл движение не только транспортному средству, которое он здесь запарковал, но и движение для других машин по этому проезду. Что делать в этой ситуации? В этой ситуации, ну, оптимально дожидаться только, когда придет этот человек. Ну, можно сообщить в полицию, если будет где-то находиться рядом свободный наряд ДПС, они приедут, если будут для этого основания, вызовут эвакуатор, составят протокол и вызовут эвакуатор и уберут эту машину, переместив ее на штрафстоянку. Ну, опять нужно понимать, что во дворах это будет сложнее сделать. В первую очередь, нужно ожидать таких действий от сотрудников ГАИ просто в городе. Они и так забирают такие машины, применяют меры административного воздействия, которые паркуются вторым рядом и под запрещающими знаками. Достаточно много работы ведется в данном направлении, потому что такие безалаберные водители создают помеху для движения других транспортных средств. Именно так действия этого водителя и квалифицируются, как создание помех для движения других транспортных средств. Мы видим, что не может не выехать ни припаркованная машина, которая стоит по правилам дорожного движения, ни тот транспорт, который будет не в состоянии проехать мимо вот этого автомобиля. А что касается самого водителя, если он уже вызвал сотрудников ГАИ или не хочет этого делать, какой-то ситуации, ему остается только ждать. Только ждать, пока придет этот нерадивый водитель и, собственно говоря, не уберет эту машину. Какие-либо самостоятельные действия, оттянуть, откатить, убрать там что-то, нанести какие-то механические повреждения транспорту. Естественно, все это будут действия неправомерные, они будут соответствующим образом расцениваться правоохранительными органами. То есть вот такая ситуация случилась со мной не так давно. Мне повезло, потому что мужчина вызвался и помог мне, он оттолкал этот автомобиль и я смогла выехать. Потом он его вернул на место. Является ли это нарушением закона и что он нарушил в этой ситуации? Ну, здесь действовать он таким образом не мог. Как он проник в этот автомобиль, как он его смог оттолкать. Если потом выяснится, что нанесенный какой-то ущерб этому автомобилю, то он будет нести ответственность в соответствии с действующим законодательством. В любом случае, к чужому имуществу, тем более к транспортному средству, которое так легко повредит, прикасаться не стоит. Нужно ждать либо хозяина, либо чтобы сотрудники правоохранительных органов действовали уже в соответствии с своими обязанностями и действующим законодательством. Прикасаться к этой машине я искренне не рекомендую. А вообще часто получают вызовы именно в такой ситуации, когда во дворе кто-то кого-то заблокировал, не могут выехать? Нужно понимать, что да, действительно, вызовы приходят довольно часто именно в таких ситуациях, потому что они довольно распространены. Но, чтобы вы понимали, в большинстве, по давляющем числе случаев, когда сотрудники госавтоинспекции приезжают на место этого события, как правило, водитель уже пришел, и машины убраны, и уже, собственно говоря, нет ни того водителя, который вызывал сотрудников ГАИ, нет ни того водителя, который создал эту неприятную ситуацию. Поэтому я еще раз подчеркиваю, что лучше спокойно подождать, не создавать трудности сотрудникам госавтоинспекции, у которых своих задач очень много, чтобы разбираться в подобных происшествиях, не, собственно говоря, тратить нервы себе, подождали, приехали, пришел человек, уехала машина, выехали, все. Это, как правило, никто на 2-3 часа не такие машины не оставляет. А в правилах дорожного движения есть какие-нибудь рекомендации к поведению в такой ситуации? Или только чисто человечески оставить номер телефона, позаботиться о том, чтобы другие могли выехать? Правила дорожного движения говорят нам, что нельзя парковаться вторым рядом, нельзя парковаться в том случае, когда создаешь помеху для движения других транспортных средств, пешеходов и так далее. А про телефоны, про оставление каких-то там информаций, естественно, в этих документах ничего не прописано и не будет никогда прописано. Поэтому здесь нужно уже вот эти вот варианты оставлять чисто на чисто человеческое общение. Очень часто, постоянно люди ездят с этими табличками, с телефонами и так далее. Мы это все видим, все это наблюдаем, сами таким же образом поступаем. Ну, парковаться вот таким образом я бы не советовал никому. Спасибо вам большое за разъяснение. Надеюсь, водители будут больше уважать друг друга. Пожалуйста. Вопросы эксперту нашей рубрики вы можете задать через электронную почту программы чипы нижнее подчеркивание кубаньсобака.нтк.тв.ру Обязательно укажите ваши контактные данные, пишите ситуацию и прикрепите схему ДТП. Организатор казино оказался на скамье подсудимых. Сотрудники Краевого следственного комитета завершили расследование уголовного дела в отношении 36-летнего жителя Армавира. Как выяснил дознаватель, летом 2018 года нарушитель закона открыл целую сеть подпольных казино. Мужчина учредил предприятие, которое оказывало консультационные услуги в области компьютерных технологий. Обвиняемый арендовал терминалы, оборудованные мониторами и компьютерными комплектующими. После этого, в период с сентября 2018 года по июль 2019 года, мужчина арендовал 6 нежилых помещений в различных районах города Армавира, в которых установил игровое оборудование. Незаконные азартные действия проводились с использованием сети интернет посредством 19 игровых терминалов. Деятельность подпольной азартной организации пресекли летом 2019-го. Охота за нелегальным предпринимателем продолжалась в течение нескольких месяцев. Мужчину задержали и возбудили в отношении организатора уголовное дело. Теперь его рассматривают служители Фемиды. Неповиновение или превышение должностных полномочий. Таким вопросом задаются пользователи социальных сетей. Сегодня во всемирной паутине опубликовали видео, на котором сотрудники госавтоинспекции задержали мужчину. На кадрах видно, что в отношении его применяют физическую силу. Как рассказали очевидцы инцидента, водителя междугороднего общественного транспорта остановили сотрудники ГИБДД. Это произошло в станице Казанской. Рейсовый автобус Краснодар-Нефтекамск остановился по требованию полицейских. Как выяснилось, водитель не проследил, и некоторые пассажиры не использовали ремни безопасности. В отношении шофера инспекторы составили протокол. Мужчина отказался его подписывать, апеллируя тем, что ручка, которую ему предложили, имеет исчезающие чернила. Именно она и стала камнем преткновения в этом споре. В итоге в отношении водителя применили физическую силу. Рулевого автобуса задержали за неповиновение и отвезли в отделение полиции. Сами же правоохранители отмечают, что мужчина вел себя неадекватно и хватал инспектора за руки. По мнению служителей закона, этого было достаточно, чтобы повалить его на землю на глазах у пассажиров. Кстати, компании-перевозчику пришлось отправить за ними другой автобус. А в ОМВД России по Кавказскому району назначено проведение служебной проверки. Что же касается ручки, которая вызвала столько негодования у водителя, полиции уточнили, что протокол был составлен под копирку в двух экземплярах, второй вручили шоферу. И ни о каких самописных чернилах речи не шло. На сегодня это все криминальные новости. Хорошего вам вечера. Пусть он будет интересным и безопасным, чтобы вы никогда не пополнили статистику нашей программы. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok